Продолжение следует... В Тольятти, что касается истории, я когда-то пытался найти, что там в Тольятти, в принципе, могло когда-то быть, ну, как гугляешь, там, в Тольятти фемилизм, еще до того, как гендерную лекторию придумали, я находил какие-то архивы, там, 80-х лохматый год какой-то, проходил какой-то митинг, писали еще в газете «За коммунизм», про него написали, небольшая заметка была, сейчас я даже, наверное, не смогу найти, где, когда он доезжал, ну, 8 марта был семейский митинг за права женщин, а так, я знаю, что там были какие-то попытки в Тольятти обсуждалось создание, ну, какой-то либеральный проект, о том, что за права женщин начали даже выпускать журнал «Деловая дама», но, насколько я знаю, от девушки, которая сотрудничала с ними в плане иллюстрации, ну, оформила журнал «Помогу», то, собственно, такой эгалитаристской повестки не было, ну, как-то все прошло и забылось, как-то режим. Ну, насколько я знаю, сейчас там просто «Деловая дама» существует, как в такой коммерческом проекте, описывают историю успеха и прочее, ну, продают просто рекламу, рекламные площади, и там ничего уже связанного с феминизмом или хотя бы отдаленным напоминающим там нет. Поэтому у нас, как бы, в плане СМИ каких-то таких вещей сложно отслеживать эту историю, потому что, ну, я таких публикаций не встречала, и в интернете тоже не встречала, может, просто не интересовалась конкретно эти вопросы, но, кажется, надеяться, не на что, что у нас там была организация когда-то, которая... Опереться не на что, и не возрождать нечего. Ну, город очень молодой, поэтому, я думаю, это неудивительно. В Самаре был Центр гендерных исследований, Самарский Центр гендерных исследований, я не знаю, с какого времени, но я знаю, что у них гендерная... Молодежная самарская гендерная школа, она проходит в 2000... Ну, 2004 или 2006, ну, что-то такое, начало-начало на любых, где-то, ну, где-то середина. Они начали делать раз в два года эту самарскую гендерную гендерную школу, но ее, в общем, больше не будет, потому что их признали иностранным агентом, потому что эта школа держалась за счет фонда имени Генриха Бёля, который признали иностранным агентом в свою очередь. В общем, мы еще предъявили им страну 300 тысяч рублей, но вот эта вот со школы, она была такой... Уже феминистско-ориентированной, я так понимаю. Там были, вот, из исследовательницы можно привезти Попкова, Саморукова и, блин, блин... Каковые действия можно выполнять часто? Тротаковская, Тротаковская. Вот, они сейчас, ну, Тротаковская сейчас в Москве, а Саморукова и Попкова продолжают выступать даже экспертами на каких-то ресурсах, я знаю, там, на Засекине они... Ну, я, по крайней мере, видел, что у них там было интервью, видеоинтервью снимать. Ну, и плюс там есть тоже феминистские уже, которые... Ну, которым за 30, то есть они уже не первый год занимаются... Ну, как, не первый год в феминизме, вот, они проводили акции против абортов, не знаю точно в каком году, но, там, года, может быть, два назад. То есть они как-то уже, какой-то деятельностью занимаются продолжительное время, то есть несколько лет. Вот, ну, они выросли из активизма, сколько я знаю, я не буду за них говорить, потому что совсем углублялась в эту тему. Ну, они гражданские активистки, ну, они считают себя феминистами, считают себя к этому движению. Вот, то есть последняя инициатива, которую мы реализовывали в Самаре, в том числе при поддержке, вот, как раз, Света Черновой юристки, Ирины Драгуновой, Маша Рымер, тоже юристка, она, тоже, ну, феминистка. Вот. Наверное, я сейчас не всех перечислила, но, то есть уже есть какой-то костяк хотя бы, от чего можно отталкиваться, то есть какие-то люди есть, Постарается, такого не было. Замечательно, к сожалению, то есть вообще-то какого-то опыта, ну, там, феминисток с опытом, пока ничего такого не было. И поэтому, может быть, как раз вот гендерной лектории, который начинал функционировать, он наделал много ошибок, вот, потому что не было людей, которые могли бы уже поделиться опытом организации, или просто какого-то, ну, о которых был бы феминистский какой-то потенци... ой, как это назвать? Бэкграунд, там, если говорят, опыт. Ну, да, начитанность, то есть, ну, что-то, что они могли бы передать как опыт уже, там, молодому поколению. Я, конечно, сейчас какие-то иерархичные вещи рассказываю, но все-таки это тоже важно, потому что начинать как-то с нуля довольно сложно. Да, очень много косяков было, на самом деле. Ксичин очень много, поэтому, может быть, одна из причин, почему сейчас вот гендерная лектория не работает, потому что все-таки, мне кажется, сообщество создать не удалось пока еще. То есть есть какие-то люди, которые, на самом деле, даже вот молодые девушки до двадцати, которые начитаны, которые давно уже... Можно сказать, Маша Маклюк, она... Которая давно в этой теле. Да, она прям... Она и нас контролировала долгое время дистанционно, как бы, на предмет, на того... На предмет наших промашек, но... Да, я хотела сказать грубее, но... Ну, блин, не знаю, что сейчас делать со всем этим. Просто вот жаль, что в сообществе не сложилось какого-то такого, что вот действительно было там 3-5 человек, которые вот могли бы вот что-то вот... Постоянно там делать какие-то акции, делать какие-то лекции. Вот. Поэтому, ну, пока не знаю. Может быть, это еще возникнет. Просто нужно этим заниматься постоянно, а вот времени мне всегда хватает. Ну, поэтому к тому, какие организации сейчас существуют, ну, как таковых организаций... Ну, есть Тольяттинская феминистская группа, но она функционирует, конечно, не как какая-то зарегистрированная организация, просто объединение людей с очень плавающим составом. То есть, я не знаю, я не могу, наверное, даже назвать вот... Ну, там, Вова, Я, Маша... А, Лина Краева еще? Она как бы... Так, у нее феминистские убеждения... Она как бы... С нами... Ну, там... Женская... Женская историческая ночь, да. Она участвовала в Лыже. Вот Таня Родионова тоже она участвовала в активизме. Ну, а теперь в Петербурге. То есть, у нас получается то, что Аня уехала, Таня уехала и... И как бы... Просто постоянно... Ну, это, я думаю, бич любого провинциального города, что оттоп сил, потому что тут вот начинать с нуля очень сложно что-то, хотя потенциал есть, проблем куча, вот, но бывает гораздо проще куда-то поехать и к чему-то уже существующему примкнуть и туда уже выкладывать свои силы, а не вот добивать себе шишки бесконечно и просто, может быть, в какой-то момент поступит выгорание от этого. Ну, в Самаре тоже существует самарско-феминистская группа. Ее организовывали... Ну, она как бы существует там... В сети, то есть, ну, как... В сообщество. Там тоже где-то около ста человеков в итальянской феминистской группе, вот. Ее создала девушка по имени Эмилия Купник, вот. когда она так себя называет в сети, вот. Но она тоже, она жила в Москве долгое время, последнее. Сейчас, насколько я знаю... В сети возвращаться она не была. Да. Она либо вернулась, либо возвращается, вот. То есть, она как бы тоже... Тоже понятно, что человек, который сначала... Я просто не знакома была еще вот четыре назад, и она тогда уже была, там, у нее феминистские какие-то взгляды. Вот. Просто тогда для меня это было еще все чуждо, поэтому я не особо на это акцентировала внимание. Ну, то есть, она тоже, я так понимаю, какое-то время там побыла в Самаре, просто в Москве больше потенциала, больше возможностей даже в плане феминизма и развития. Поэтому, наверное, каких-то постоянно действующих организаций не существует. Но нас сейчас поддерживает в Самаре общественное движение Айверс, ЛДБТ-движение. Вот. Они пару раз предоставляли площадки, вот. Им это интересно, потому что у них тоже политика внутренней, они интегрируются в общество, взаимодействуют с разными инициативами, в том числе с феминизмом. С феминистскими организациями. Вот. Ну, вот Вера, которая была сегодня, она тоже интересуется этим вопросом. Ну, то есть, какой-то отклик в общественности все-таки есть. Про деятельность, то, что мы не обменили, и чем мы занимаемся. Можно свой опыт рассказать о том, что у нас было, и то, что мы сегодня в презентации рекламировали. О том, что проводили акции со стикерами в Библии, женско-историческую ночь, 8 мая, 8 марта стикеры расклеивали за репродуктивный выбор. Ну, и в принципе, с муниципатурной поездкой. Ну, и просто выдавали какую-то оперативную реакцию на различные проявления дискриминации в отношении женщин, сексизм, сексистская реклама. То есть, то, что мы вот видели в какой-то просто где-то находили информацию, что проходят какие-то конкурсы. Мы тоже представляли свою гражданскую позицию по каким-то вопросам. Да, ну, про то же «Килфиш», там, про «Коглуки». Ну, нужно рассказать, наверное, прямо саму акцию о том, что у «Килфиш», ну, чтобы иллюстрировать. Ну, у «Килфиш» в прошлом году мы организовали акцию «Сфоткай свою грудь для женщин и получи за это пиво». Ну, там, естественно, все более хамских выражениях. Вот. Но мы сделали свой ответ на это. Тоже не скупясь в выражениях, конечно. Вот. И пошли и заклеили стикеры. Ну, в общем, мы отзеркали эту ситуацию. Вот. И пошли и сделали... Заклеили в туалетах местных баров этой сети. Стикерами эти, с обращением к сексистам. Вот. Потом была еще в Самаре. Этим летом акция коммерческая «Забег на каблуках». То есть проводят периодически магазины какие-то для своего промо. Вот. Они пообещали 10 тысяч рублей им участницам. Каблуки должны быть от 8 и больше сантиметров. То есть не ограничены. Ну, соответственно, понятно, что такой забег, он просто чреват травами. Вот. В общем, по очевидным причинам. Вот. Мы заранее пошли на то место, где это должно было проводиться. Сделали быстро трафареты с надписями «Каблуки равно отеке», «Каблуки равно травмы», «Каблуки равно боль». И «Каблуки равно варикоз». Вот. Сделали примерно в том месте, где должно было проводиться. И написали еще коллективное обращение в местное издание «Большая деревня». Вот. Редактор с удовольствием опубликовала. Вот. То есть мы дали уже какую-то общественную реакцию уже и в качестве какой-то акции. И в то же время еще текстовый какой-то сделали. Материал, который тоже уже раскрыл нашу позицию, почему мы это сделали. Вот. Ну, это из таких акций, которые именно привязаны, может быть, ну, получается, они привязаны к местности, к нашей. Еще была акция, которая должна была состояться, но не состоялась. Про запрет абортов. У нас местные в Тольятти православные акции собирались проводить на одном перекрестке. И мы непосредственно на акции. Нет, я там провел три часа на этом перекрестке. Или три, или два часа. Чтобы, как журналист, шел, чтобы спросить. Как бы, ну, за день до этого мы прошли по окрестностям. Сделаны тахареты. Ну, с позиции прочего. За выбор. За репродуктивный выбор. Женщины не инкубатора. И я не помню, какие там еще были. Я тоже, честно говоря, не помню. Вот. Ну, они не пришли. Они свою акцию не привели. Ну, это такая вот макобесная ерунда, когда начинается православный. То есть к ним, вроде как, серьезно не относят, конечно. Но понятно, что они как-то... Ну, потом они подают власть и потом принимаются законы. У нас такие есть православные депутаты, которые постоянно глобируют какие-то дурацкие законы о запрете абортов. Самарская область в этом плане, она очень активную такую... Нездоровую активность проявляет. Ну, от 15 октября у нас как раз на местном уровне проходил день без аборта, который был санкционирован Минздравом местным. Хотя это нарушает вообще юридические права пациентов на получение услуг ОМС. Потому что, ну, тебе не могут отказать от проведения аборта, потому что эта услуга у нас входит в перечень бесплатных медицинских услуг. Вот. Ну, у нас это прошло, то есть непонятно, что гайки опять закручиваются потихоньку, потому что это будет проходить, по словам представителей местных властей, это будет проходить куда-то в дальнейшем, уже на уровне такого, вот, областного праздника. Позиционируют это, то есть, ну, вот. Поэтому работа, конечно, в плане активизма непочатый край, я думаю. Очень нужно отметить то, что и Аня, и я журналисты, и мы пытаемся через медиа как-то активизм проявлять. Как бы журналисты освещать проблемы, связанные с феминистской повязкой? Ну, это тоже, да, это зависит, конечно, от редакционной политики, потому что я вообще попала в своей жизни в первые СМИ, где, действительно, там, в редакции важно, что я думаю. То есть, я могу описать, там, о феминизме, о каких-то вещах, которые меня волнуют с этой точки зрения. Потому что ситуация в СМИ, конечно, в крайней мере, в наших, но я думаю, в принципе, в провинциальных такова, что, ну, там либо какой-то дядя платит, и он просто диктует политику какую-то информационную, либо местные, там, власти, в которые тоже, в которые феминизм тоже никуда не уперся, и вот их не надо. Вот, поэтому, мне кажется, в этом плане тяжело через СМИ, это все-таки очень сильный инструмент, через который можно подавать какую-то адекватную, вообще, точку зрения на общественные проблемы. Вот, ну и я там... Я делала какие-то интервью с женщинами, писала скоти, в таких феминистских книгах, ну и, собственно, стараюсь и в будущем планирую продолжать эту деятельность, потому что для меня лично это важно, как для журналист, как для феминистки, как для человека. Я не знаю, как для себя, как для себя. Я еще для себя, типа, взял принцип, чтобы писать про женщин в принципе, то есть, например, недавно писал про женщину-метательницу Молопа, ну, типа, отображать вообще женский опыт через СМИ, то есть не прямая фемийская повестка, хотя там тоже прописываю, тот же текст, который был, когда такси, компанию такси штрафовали за пинап, я брал комментарии у Ани, чурийский комментарий, вот. Ну, еще про женщину, которая является чемпионкой России по пауэрлифтингу, а нет, она чемпионка мира по пауэрлифтингу. Ну, отображение такого женского опыта, такого, ну, скажем, ну... Это неочевидно, скажем, нетрадиционно, не тот, который на поверхности, скажем так. Ну, и про домашнее насилие, и все остальные сути, ну, много, честно. В том числе, родоспоможение. У меня выходило несколько текстов про родоспоможение, где, в том числе, эксперты высказывались против этих инициатив, которые, ну, анти-абортные. Ну, в общем, да, это важно, конечно, что есть возможность, что, ну, так сложилось, что и Вовы, и я, мы журналисты, учились в одном журфаке, что как-то все-таки можем уже с профессиональной точки зрения что-то делать, действительно как-то выражать нашу позицию, наверное. Хотя бы, может быть, даже как-то палеоативно, потому что мы же все понимаем, какая реакция на феминистский... Ну, конкретно я работаю в таком издании, в котором приходится палеоативно работать, скажем так. Хотя бы как-то, скажем так. Ну, это тоже большая работа, потому что хорошо, конечно, когда дается возможность именно писать, там, не боясь слова «феминизм», и, там, не использовать феминизм на эту тему, там, и как-то завалировать между строками. Вот, а когда, действительно, в таком издании, где это, в принципе, как бы, напрямую не подашь, искать пути – это тоже очень важно. Ну, причем мне там никто, как бы, не запрещает употреблять слова «феминизм», но я просто понимаю, какая у аудитории, поэтому пытаюсь аккуратно, так сказать, заходить со всем этим. Я могу смехать? Вот. Ты не знаешь, как нам развивать общероссийское и феминистское движение? Не знаю даже. Ну, у меня вообще претензии есть к общероссийскому и феминистскому движению, в том, что оно очень централизовано. То есть у нас, как будто, такое ощущение, что феминистки живут только в Москве и в Питере. То есть, как бы, о том, что что-то где-то еще существует, что-то делает. А я уверена, в любом городе все равно найдется там два-три человека, которые так или иначе… Ну, блин, мы живем в такое время, когда есть интернет, и просто, вот, куча пабликов, там, читаешь, и ты постепенно, то есть, вовлекаешься в феминистский дискурс в любом случае. Я в похлестиво феминистку нашел. Вот. То есть, вообще, мне кажется, в принципе, не проблема сейчас. Вот. Но у нас все большие фестивали, все большие мероприятия, выставки, все что угодно проходит именно на уровне, вот, в столичном. То есть, даже когда к нам в Самару приезжал медиа-удар, для меня это было, действительно, очень значимо, потому что… Ну, не, ну, не смотря на то, что, конечно, фестиваль такой специфичный, так скажем, то есть, ну, такое левое движение, вот, не уверена, что я все принципы разделяю, ой, но все-таки то, что они выехали за пределы, там, МОКАДы, это уже было ценно, потому что, для периферии это очень важно, чтобы какие-то силы, они циркулировали по стране, потому что страна огромная, как будто как получается, что у нас что, феминисткой можно быть только в Москве или Питере. Поэтому происходит отток также из провинциальных городов. Я не знаю, как это, как это наладить. То есть, это тоже понятно, что необязательно должны феминистки, там, на свои деньги, там, кататься по всей стране. Понятно, что не может быть. Но у нас есть фонды, которые как-то анонсируют проекты. Может быть, это как-то может войти в сферу их интересов, полномочий. Хорошо, что тоже приглашают, вот, допустим, была выставка «Феминистский словарь», и организаторки этой выставки пригласили как раз в нашу самарскую, уже феминистское наше объединение с работой, посвященной теме абортов. Мы приехали, посмотрели, что как, выставились. Тут же тоже очень ценно. Ну, хотелось бы уже что-то на своем поле сделать. Вот. Было бы здорово, если бы, вот, тоже, как-то, нас проконсультировали наши старшие подруги. Я говорю, как советская бабушка, конечно, но все-таки. Ну, вот, чтобы как-то... Что-то хочется, чтобы что-то хотя бы, ну, может быть, неравноценное. Ну, конечно, хочется, чтобы происходило что-то равноценное и в провинции, но хотя бы, чтобы было стремление к этому. Вот. Тогда, мне кажется, возможно говорить об общероссийском движении, когда будут равные какие-то точки влияния по всей стране. Мы сможем как-то, вот, действительно, контактировать друг с другом. Да. Почему мы можем друг другу помогать в разное и в разное? Ну, мне кажется, вот, опять же, держать связь. И вот именно, потому что, там, те художницы или активистки, у которых действительно большой опыт, организация каких-то мероприятий, акций, кажется, они могут этим опытом делиться даже, там, в режиме онлайн, еще что-то. Я не знаю, я пока не обращалась особо, ну, на уровне именно знакомых, которые просто, с кем я лично знакома, да, вот, я слушаю то, что мне рассказываю, что кто-то советую. Вот, а так, я не знаю, я себя с трудом представляю, что я какой-нибудь, там, именитый феминистский, там, стукнусь в друзья и начну ее расспрашивать, «А как нам строить выставку в Самаре?» Мне кажется, подскажут, ну, че? Ну, че? Че, ну, я не знаю пока, как его в плане. Ну, может, и скажут, почему я не знаю. Ну, я думаю, может быть, вполне. То есть, ну, при этом, даже если ей не скажут, то есть, понятно, что каждый человек, который тебе, там, стучится и что-то спрашивает, не ответишь. Что есть тоже какой-то эмоциональный предел, вообще, твоей возможности, там, может, как-то помогать. Ну, мне кажется, уже большая работа проводится, допустим, там, сайт «Равноправка», который публикует тексты. Вот, для меня это было такое начало, я читала, понимала, что, ну, в каком-то коротком тексте я получала очень много информации, которую я не знала до этого вопроса. То есть, хорошо, что функционируют такие проекты, которые дают, вот, возможность просто получать знания. Потому что, ну, не сразу начнешь, там, с каких-то звуков, там, знаешь, «Джимки Баттлер», ты сидеть, читать и думаешь, вот, я сейчас не знаю, я не могу и все не понимаю. Нужна какая-то популистская, наверное, еще риторика, которая позволит нам, может быть, нам самообразовывать друг друга. Ну, и вообще, наверное, надо просто чаще, просто, ну, чаще общаться и делиться опытом. Просто в любом формате, формате онлайн, формате оффлайн. Вот такие мероприятия, типа «Медиа-Ударка», я ждаю такую возможность просто помещаться, познакомиться, поговорить. Это очень здорово. Я как такая наглая провинциалка напрашивалась. Ну, я не знаю, у меня по этому вопросу, наверное, все. Я просто не особо рефлексировала на эту тему. Ну, мне нечего сказать, ну, как бы, я себя расстрелил как союзника. Ну, нет, как я, там, на вопрос, как развилось общероссийское эфемистское движение, ну, для меня, там, я для себя выбрал, как, скажем так, преимущественную позицию образовывать гомосексуальных мужчин. В отучении от мизогинии той же, ну, то есть, отучать геев от женоненавистничества, ну, отучать их стереотипов разных по отношению к женщинам. У меня недавно выходил текст в этом журнале «Юнайф», который Комитет за рабочим интернационал выпускает, о мизогинии, которые свойственны геям. О том, как все вот эти вот гетелосексистские конструкты и сексистские конструкты встраиваются в гомосексуальные отношения. То есть, я, ну, вижу со своей стороны важным, наверное, реструктурировать тот дискурс, которому я непосредственно принадлежу, то есть, приучать его. То есть, потому что, ну, женщинам, как бы, тратить на это свои ресурсы эмоциональные, как бы, информационные, ну, вообще любые ресурсы, чтобы переубеждать мужчин с гомосексуальной или не гетеросексуальной ориентацией. Ну, и вообще, в принципе, мужчин, им как-то, у них другие проблемы есть, скажем так, ну, как-то так, когда криво звучит, но тем не менее. То есть, мне кажется, союзническая позиция такая, она, ну, более-менее этичная. Ну, как это в рамках российского движения можно? Ну, я хочу, ну, в рамках российского движения, ну, в том смысле, что у него будет меньше тех людей, против, ну, профилактику среди которых придется, там, проводить, я не знаю. Ну, то есть, будет так или иначе какая-то поддержка, возможность, насколько, вообще-то, возможно, сколько я уже людей отпрендил у себя в контакте, не удалось, не получилось. Да, это вечная беда, это прям, чем больше ты читаешь, тем больше ты какой-то ответ на своих ресурсах даешь, тем больше мудаков летит из друзей. Да. Причем пытаешься что-то объяснить геям, но геи ходят вот эти по пропасти, типа, они постоянно пытаются свалиться в маскулизм, вот в этот... Ну, да, это проблема. У них как бы понятно, что есть там гендерная нагрузка своя, но, блин, они начинают критиковать совсем не те вещи, которые обеспечивают вот эту систему детей. Они начинают обвинять в СШР, ну, все подряд. Ну, как-то... Нет, реально большая проблема для вот гей-сообщества. Ввиду общения со многими представителями, конечно, тоже многое слышишь, многое получаешь тоже от них. Ну, как бы, поскольку это друзья, в основном, стараешься это все на тормозах спустить, но, да, хотелось бы, чтобы какой-то вот для них... У меня нет, допустим, сил, ресурсов, чтобы им все объяснять постоянно, там, почему-то, там, не надо чего-то говорить, не надо себя как-то вести. И, да, здорово, что была бы какая-то такая профилактика внутри сообщества самого. Мне кажется, на уровне российском это было бы тоже неплохо, если бы проводилось бы такое, чтобы в каждом таком сообществе проводить такую профилактику. Я, кстати, об этом вообще задумала. Ну, так-то, наверное, у нас все по плану, что мы хотим сказать, что мы хотим сказать. Мне тоже, в принципе, больше сказать нечего, если есть, то вполне сильный вопрос.